Всем привет! Любите ли вы цветы? Давайте поговорим об этом! Всем привет! Вы смотрите видео с канала Важного Кота, которое будет посвящено попытке разобраться что же происходит. Сейчас у меня в руках вот такой наборчик, который называется Цветочный сад. Это конструктор от Play the Game. Нетрудно догадаться откуда я его взял, тем более наклейка с ценой товара в 199 рублей как бы намекает. Это товар купленный в магазине FixPrice. Попался он мне на глаза случайно, было это достаточно давно. Тогда только-только анонсировали наборы технолога с башнями, которые должны были завести в FixPrice. И я периодически ходил, осматривал ассортимент, но так как не находил башни, брал что-то другое, что меня могло заинтересовать. И вот именно вот этот набор меня заинтересовал. По одной простой причине. Он мне очень-очень кое-что напомнил. И те, кто смотрит мой канал, давно наверняка уже сходу могут сказать, что же напоминает этот набор. Для начала давайте рассмотрим саму упаковку. Создай свою неповторимую клумбу. Здесь у нас различные цветочки. Это непосредственно сам конструктор. Прояви свою фантазию и воображение. Возраст 3+. Дата производства – октябрь 2019 года. Конструктор – цветочный сад. Нетрудно догадаться, что страна происхождения – это Китай. Не знаю, продаются ли до сих пор такие наборы FixPrice. В наших я их не видел, наверное, все раскупили. На задней части мы видим, что в набор входит определенное количество разных деталей и примеры сборки. А напомнило мне все это наш родной Биплант, который выпускает конструкторы в виде цветов, называющихся «Цветочная галактика». И продукция, очень похожая на то, что делают они, была выпущена в Поднебесный. Сейчас я попробую это все сравнить и сделать какой-никакой вывод. Я знаю лишь только то, что на территории России все-таки компания Биплант была первая, выпустив этот конструктор. А уж «Play the Game» подтянулся попозже. Если посчитать все, что написано на коробке, здесь около 72 деталей. Тогда как в коробке, в самой большой у Бипланта, 67, если я не ошибаюсь. И стоимость фикс-прайс 199, у Бипланта стоимость гораздо выше. Когда я покупал эти наборы и записывал обзор, за большую коробку я отдал где-то в районе 500 рублей. Но есть еще коробочки поменьше, они стоят 200-250, если мне не изменяет память. Возможно, эти цифры сейчас уже будут неактуальны и ценник совсем другой. Основания фикс-прайсовского конструктора отличаются. Их здесь 8 штук. Тогда как у Бипланта основания выглядят примерно вот так. Они чуть побольше, их всего 3 штуки в большом наборе. И выглядят они совсем не как лумба, в том плане, что вот это больше похоже на участок земли, поросший травой, чем вот это. Но Биплант не ставит себе задачу сделать реалистично. Он старается сделать волшебный сад, который будет выглядеть как нечто фантастическое. Здесь все просто. Основания легко и просто собираются. И можно сделать вот такую клумбу. Здесь несколько пакетов с цветами. Самые огромные, средние. Листья и всякие маленькие пестики-тычинки. И уже вот здесь мне становится понятно, что у этого конструктора и у Бипланта схожесть просто идейная. Потому что вот что входит в наборы Бипланта. Это, по-моему, самый большой вариант цветка. И он меньше, чем маленький цветочек из набора Play the Game. К сожалению, наборы несовместимы. Если приложить усилия, то можно воткнуть Биплант в китайский набор. А вот китайский набор в Биплант втыкается спокойно. Да, и отверстия в основаниях не будут держать цветочки Бипланта. Уже на этом моменте становится понятно, что Биплант со своей серией «Цветочная галактика» и набор «Цветочный сад» от Play the Game, который можно приобрести в фикс-прайсе. Это, по сути, разные вещи по комплектации, по исполнению. Единственное, что их объединяет, это общая концепция постройки какой-то клумбы из пластиковых цветочков. Хотелось хайпануть, сказать, что ай-яй-яй, китайцы воруют, но не получилось. Здесь уже сама матушка природа соединила пару цветочков. И они здесь разные. Абсолютно есть всякого фасона, всякого пошиба. Вариативность здесь побольше, чем у Бипланта. Все это прекрасно втыкается в клумбы. Да, начал я не с того, нужно было листики не забывать. Итак, давайте сравним отечественный производитель против китайского. На ощупь мне больше нравится конструктор Биплант. Плюс еще интересное дизайнерское решение того, что каждый набор соответствует своей цветовой схеме. В данном случае набор, который называется «Планета коралловых звезд». Цветочки выглядят миниатюрно и аккуратно. Тогда как у китайского коллеги на этом поприще цветы огромные, что позволяет играть этим конструкторам детям помладше. Хотя оба производителя заявляют возраст от 3 лет и выше. И то, что я заметил уже при сборке, это устойчивость конструктора. Даже при потряхивании ничего не вываливается. Немножко расходятся элементы основания, но сами цветы не выпадают. Теперь пробуем Биплант. К сожалению, в этом плане Биплант проигрывает подчистую. Что я хочу сказать в итоге. На самом деле, я это видео планировал сделать несколько разоблачающим. Мол, посмотрите, как китайцы воруют у нашего родного Бипланта. Но на самом деле, во-первых, я не знаю, кто был источником и кто первым придумал этот конструктор. Вполне вероятно, что и Биплант у кого-то позаимствовал эту идею. Это я не буду ни утверждать, ни опровергать. Но факт остается фактом. Китайский конструктор появился позднее Бипланта. Так что его можно считать идейным плагиатом. Естественно, по цене 199 рублей, качество будет немножко похуже, чем у Бипланта. Однако пластик не пахнет, ярких красочных цветов. И я думаю, детям будет интересно играть с таким конструктором. Плюс ко всему, я не отказываюсь от мысли, что этот конструктор, так же, как и конструктор Бипланта, может использоваться в качестве быстрого террейна. Если вы играете в какие-нибудь настольные игры, типа бронепехоты и битвы фэнтези, или используете какие-то свои домашние правила для таких вот настольных войнушек, то поставив подобную растительность на стол, вы можете сымитировать поверхность какой-нибудь фантастической планеты. Вот вам наглядный пример. Бронепехота и битвы фэнтези от компании Технолог. Вот такое соотношение у этих фигурок с этим конструктором, который будет затруднять проведение реальной стрельбы по фигуркам. То есть будет служить неплохим укрытием для бойцов. Ну и при желании, конечно же, все это можно перекрасить, если вы хотите сделать какую-нибудь мрачную планету. Такие вот дела, ребята. Несмотря на то, что производитель из Китая, несмотря на то, что это Fixed Price, несмотря на то, что это Play the Game, которая выпускает достаточно много всякого трэша, хотя они же иногда перевыпускают вполне неплохие настольные игры, в данном случае продукт хороший. И допростят меня те, кто только сейчас из моего ролика о нем узнал и будет жалеть, что не купил в свое время, если этот товар в городе уже закончился. Вот такой получился неоднозначный ролик, и на этом я, пожалуй, закончу. Пишите в комментариях, как вам, в принципе, этот конструктор. Поддерживаете ли вы идею того, что его можно использовать в качестве террейна на игровом столе для простых, так сказать, варгеймов. Ну и спасибо за внимание. С вами был Важный Кот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok